Иное измерение русской культуры Семен Яковлевич Натсон Грядущее Читает Евгений Бразов-Брушковский Будут дни великого смятенья, Утомясь бесцельностью пути, Человек поймет, что нет спасенья И что дальше некуда идти. Все вокруг открыто для познания, Гордый ум не ведает оков, Больше нет преград и расстояния, Больше нет мгновений и веков. Мир цветет бессмертною весною, Глубь небес горит бессмертным днем, Не дерзают грозы над землею Рассыпать рокочущий свой гром. Миг желанья, миг осуществления, Воплощен заветный идеал, И на смену вечности мученья Вечный рай счастливцем просиял. Что ж ты стал, печально размышляя, Рви плоды и пышные цветы, Где твоя подруга молодая, Осени венком ее черты, Утопай в блаженном наслажденье, Заглядись во мрак ее очей, И в согласном стройном песнопенье Жар души восторжена и злей. Твой покой не возмутят заботы, Ты не раб, ты властелин судьбы, Или вновь ты захотел работы, Слез и жертв, страдания и борьбы. Или все, к чему ты шел тревожно, Шел путем лишений и скорбей, Стало вдруг и жалко, и ничтожно Роковой бесцельностью своей. И поник ты в думах головою, И стоишь глубоко потрясен, А в былом встают перед тобою Кровь и мрак промчавшихся времен. Вот кресты, распятых за свободу, Вот бичи в руках у палачей, Вот костры, где идолам в угоду Люди жгали пророков и вождей. Море крови, к сердцу вопиющий, Море слез, неотомщенных слез, И звучит, и жжет тебя гнетущий, Как ножом пронзающий вопрос, Для чего и жертвы, и страдания, Для чего так поздно понял я, Что в борьбе и смуте мироздания Цель одна — покой небытия. Июнь 1884 года Читано по изданию Стихотворение Семена Яковлевича Нацена Издание 22. Санкт-Петербург. Типография Скороходова. 1906 год.